Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Наконец-таки, ура, я вернусь с этими укулеле-разборами на канал, потому что я их не снимала аж с мая месяца. Но чтобы масштабно вернуться с разборами, я решила все-таки разобрать ту песню, которую все пыталась сделать два года подряд. Это песня Пресцилла про крыжовник и сирень из Ведьмака 3. И этот разбор я постаралась сделать максимально приближенно к оригиналу, поэтому будет прям в той же тональности все под тем же нотом. Ну а сейчас берю укулеле в руки и погнали учиться. И вот так вот оно у тебя будет выглядеть. Путь пальцем проложи средь шрамов ран суровый, Чтоб наше слить пути и судьбе наперекор. Откройте раны, вылечи снова, пусть сложат за ним судьбы узор. И из снов моих с утра бежишь проворно, Крыжовник терпкий сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть луком, Черный фиалки глаз твоих, Что слез туманит тень. Разбор на укулеле. Давайте же начнем разбирать как раз таки с легендарного вступления. И здесь я написала две версии. Первая оригинальная, вторая более упрощенная. И в зависимости, какой у вас уровень игры, Я отметила это все по тайм-коду, Поэтому тыкайте и разбирайте то, что вам будет удобно играть. Начнем как раз с оригинальной версии. Да, на вступление я написала по табам. Это такая вот запись упрощенная. Кто не знает, как ее читать, можете посмотреть видосик. Но во всяком случае, сейчас я это все вам устно объясню. Первый у нас тактик играет следующим образом. Что я тут играю? Я просто поставила аккорд ДМ, Но в табах он написан в табулатурной версии. По-другому мы зажимаем указательный пальчик на второй струне на первом ладу. Далее безымянный палец на третьей струне на втором ладу. И средний пальчик на четвертой струне на втором ладу. Вот у нас аккорд ДМ. И смотрите какой момент. В правой руке я играю это все щипком. То есть я за каждую струну закрепляю свой какой-то пальчик. Если вы играли когда-нибудь в перебор или смотрели мое старое видео, я там как раз объясняла. То есть большой пальчик у меня за четвертую струну. Указательный палец за третью струну. И средний пальчик за третью струну. В принципе, первая струна нам не понадобится. Мы будем щипать только три верхней струны. Рекомендую, когда вы играете щипок, не выдирать струны. Как-то пальцы внутрь не просовывать. Очень спокойненько, элегантно. Так. Постарайтесь, чтобы у вас каждая струна звучала одинаково по громкости. Чтобы она была в единой композиции, а не какая-то струна выделялась. Так делать не надо. Очень спокойненько. Дальше, что мы с вами делаем. Мы щипаем ДМ. Далее указательный пальчик убираем. И у нас вторая струна становится открытой. Потом опять поставили. Убрали. То есть. И такой рисунок мы с вами играем четыре раза подряд. То есть. Раз. Два. Три. Четыре. И вот на пятый идет следующий такт. Давайте еще раз. Дальше у нас с вами идет такой переборчик третьей струны и второй струны. Мы играем те же самыми пальцами, которые у нас были назначены ранее. Получается мы играем третью, вторую, третью, вторую, третью, вторую и так далее. Но единственный момент. Тут также в какой-то момент мы вторую струну зажимаем. В какой-то момент ее убираем. То есть если у нас она зажата, написано цифра 1 на второй струне. Если у нас играется она открыто, то нолик. И получается. Если полностью соединить второй такт, получится так. Теперь эти два такта вместе. Прямо трудно смотреть в замедленной съемке, что я играю в правой руке и в левой руке. Далее у нас с вами идет аккорд Б-бемоль или А-диез. Но причем мы возьмем легкую версию его. Мы не будем зажимать полностью баре так или неполное баре. А возьмем лишь вторую струну, третью, четвертую. То есть открытая струна, первая так и остается, потому что мы в принципе не будем играть. Более подробно. Указательный пальчик у нас также остается на второй струне на первом ладу. Далее средний пальчик на третьей струне на втором ладу. И четвертую струна зажимается у нас безымянным пальцем на третьем ладу. То есть вот такая вот лесенка. Открытую струну мы игнорируем. Тут также играем в правой руке щипком. То есть сыграли, потом опять указательный пальчик открыли. Сыгралась открытая струна, потом опять поставили. И так же все это как бы четыре раза. Раз, два, три, четыре. И на пятый раз опять поставили. И пошел перебор. Перебор тут чем-то похож, но немножко отличается. Мы также играем поставленными заранее третью струну. Потом закрытую вторую струну. Потом опять возвращаемся на третью струну. И смотрите какой ход. Мы добавляем еще одну нотку. Мы убираем наш безымянный пальчик. Ставим его на третий лад, на вторую струну. И играем такую нотку. Это нотка соль. Дальше продолжаем играть на этой же струне на первом ладу. И вторая струна открытая. То есть... Если это собрать, получается так. Соберем третий такт и четвертый. И в принципе вот эти вот четыре такта, они у нас послужат основой. Давайте их соберем, что получается. Дальше у нас ход, где играли дем, опять повторяется. Дальше у нас ход, где играли дем, опять повторяется. В принципе, повторяется опять, где играем бэй-бемольчик. И вот за первым разом мы играли такой ход. Здесь мы его играть не будем. Мы сразу сыграем аккордом C5, что ли, что-то такое производное. C просто так. Можно сыграть удар вниз. Ну вот, не задевая первую струну, стараясь, потому что будет звук немножко другой. Или также щипнуть. То есть смотрите, за первым разом мы играли так. За концовкой мы играем так. Потому что она начинает там петь. Давайте соберем полностью вступление по оригинальной версии. Это была оригинальная версия вступления. Сейчас вам покажу, как это сыграть немножко полегче. Здесь мы убираем все щипки и просто играем на первую долю аккорд один раз. То есть до этого мы играли туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Сейчас мы вначале просто играем аккорд. Лучше также сыграть щипком один раз. И дальше интересность идет. Мы играем вот эту нотку, которую включаем и выключаем на второй струне, одну. То есть в плане она не входит в аккорд, она играет с отдельной мелодией. Чтобы это правильно и хорошо сыграть, я вам рекомендую играть чередованием пальцев. Ну, можете играть все одним большим, но лучше сыграть указательный, средний, указательный, средний. То есть как это получится? Я играю аккорд ДМ щипком. Дальше я начинаю чередовать пальчики в правой руке. А в левой руке включать и выключать эту нотку. Так и получается. Еще раз. И дальше этот переборчик сохраняется. Давайте все соберем, что получается. Тем же самым образом мы играем с аккорда Б и бемоль. То есть один раз щипнули. Также начинаем чередовать вторую струну. И четвертый такт повторяется. Еще раз. Давайте соберем, что у нас получилось. Как мы помним, эта тема повторяется еще раз, но концовка будет немножко другая. Давайте я покажу полностью легкий вариант вступления. КОНЕЦ КОНЕЦ Бимочка мне подпевает. И в принципе, запомните его, пожалуйста, потому что концовка у нас будет плюс-минус так же звучать. Разбор на укулеле. Кстати, у кого стоит четвертую струна пониженная, то есть лоу-джи, которая играет ту-ту-ту-ту-то, не как у меня высокая, а низкая, то у вас будет звук более объемный, такой басистый, и вообще будет суперкруто по-оригинальному звучать. Потому что песня играется а-ля на лютне, а там есть басовые струны, которых у нас нет в оригинальном тональности укулельки. У кого лоу-джи, вообще суперкруто. Друзья, у меня для вас радостная новость, кто до сих пор не слышал и не знал. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку, хотя это не просто укулеле, это акулеле, потому что типа акулка. О, think about this. На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Но для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну а мы погнали дальше смотреть видос. Разбор на укулеле. Ну а теперь настало время самой песни, как же ее играть, как ее разбирать. Она строится на четырех аккордах, два из которых мы уже плюс-минус посмотрели, но посмотрим еще раз в контексте песни. Первый аккорд, аккорд ДМ. Мы зажимаем с вами указательный пальчик на второй струне на первом ладу. Далее средний пальчик мы зажимаем на четвертой струне на втором ладу. И безымянный пальчик также зажимается на втором ладу, но на третьей струне. Следующий аккорд, аккорд ДжМ. Мы ставим указательный пальчик на первой струне на первом ладу. Далее средний палец ставится у нас на 3 струне на 2 ладу. И безымянный палец на 2 струне на 3 ладу. То есть такой грустнявенький аккордик. Следующий аккорд всеми вами нелюбимый А-диез или по-другому Б-бемоль. Но мы возьмем его в упрощенную форму. Мы зажимаем указательным пальчиком 2 струну на 1 ладу. Далее 2 пальцем 3 струну на 2 ладу. И 4 струну на 3 ладу мы зажимаем безымянным пальчиком. То есть вот такая вот лесенка у нас получается. Первую струну мы играть не будем, так что все good. И дальше последний аккорд, аккорд А. Мы зажимаем с вами указательным пальцем третью струну на первом ладу и средним пальцем четвертую струну на втором ладу. Итого у нас получается ДМ, ДжМ, Би бемоль или А диез и А. Это у нас с вами будут четыре аккорда песни. Будьте внимательны, потому что они играются в разном порядке в куплетах и припевах. Что касаемо правой руки, что играем здесь? В куплетах мы будем играть один рисунок, в куплетах будем играть другой. Опять же, я это ссылаюсь на оригинал, как я это услышала. Кому будет сложно играть то, что я показывал с оригинальной версией, я вам расскажу тоже, как можно упростить. Куплеты у нас будут играть с вами следующим перебором. Четыре, три, два, три. Причем, обратите внимание, каждый палец закреплен за свою струну. Ни одним пальцем я играю, да, ни указатель, ни большим. А у каждого струны есть свой палец. И мы это играем с вами один раз на один аккорд. А вот на последнюю строчку куплетов, где мы играем один ДМ, мы играем щипок, как раз, который играли в выступлении. То есть, пусть сложатся они в судьбе узоры. То есть, мы тупо берем это ДМ, играем щипком его, ДМ полный, потом следующий щипок, когда мы открываем вторую струну. И получается... Там особо считать вам не надо, обратите просто внимание на ритм слов. И вот под этот ритм подставьте вот эти щипки. То есть, получается... Пусть сложатся они в судьбе узор. Вот что-то такое. Давайте еще раз. Пусть сложатся они в судьбе узор. Плюс-минус соберем первый куплет, чтобы вы начали понимать, что происходит. Я буду петь пока в полсилы, вы обратите внимание, как это все играется, окей? Путь пальцем проложи средь шрамов ран суровых, чтоб наши слить пути и судьбе наперекор. Откройте раны, вылечи их снова. Пусть сложатся они в судьбе узор. Если вам сложно играть вот это вот, потренируйтесь, во-первых, отдельно. И вы можете не так часто это играть, вы можете это играть помедленнее. То есть типа Пусть сложатся они в судьбе узор. Ну а кому же все-таки сложно играть этот щепок? Еще и петь при этом, то вы можете оставить тот же перебор, просто его сыграть несколько раз подряд, как бы зациклено. Получается Пусть сложатся они в судьбе узор. Ну что-то типа такого. Но все-таки попробуйте сыграть через щепок. И запомните, это будет на каждом куплете. У нас во втором и третьем такая же схемка по аккомпанементу. Что можно как упростить? Да в принципе можно играть 4-3-2-1. То есть один раз на один аккорд. Вот скажем, такой прямой перебор. Пусть пальцем проложи Средь шрамов франсуровых. Но единственное, если вы возьмете такой перебор, тогда уже бебемоль вам надо ставить полностью. Или баре на все четыре струны, или на нижние две. Или хотя бы приглушить первую струну, потому что вы ее будете задевать, а как бы открытая струна в бебемоле как бы ее нет. То есть вам нужно будет или вот так вот сыграть, или через полное баре, или хотя бы его приглушить. Решать вам, играть тоже вам. Дальше давайте посмотрим припев. Припев он очень интересный, потому что связка аккордов поменялась. Здесь мы будем играть немножечко щипком. Опять же, она играла в оригинале так. Щипок у нас следующий. Четыре, три, потом два, один, струнки вместе. И возвращаемся на три. Еще раз. Четыре, три, два, один, вместе. Три. Такой повествовательный перебор. Мы его будем с вами играть четыре раза на один аккорд. Кроме последней строчки, на слова фиалки «Глаз твои», что стоит «Стуман и тень». Там у нас прям целая такая хорошая схемка аккордов. Поэтому там сыграем один раз. В остальных строчках четыре. То есть получается... И снов моих с утра бежишь проворно, Рыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть Локом черный фиалки глаз твоих, Что слез туманит тень. На аккорд АМ можно, в принципе, сыграть тупо, ударом и лестным. Смотрите, как вам нравится. То есть вы можете сыграть, как я сейчас сыграла. Фиалки глаз твоих, Что-то-то-то-то-то-то. Или сыграть так. Фиалки глаз твоих, Что слез туманит тень. В принципе, хорошо звучит. Также будут играться припевы и дальнейшие с таким же рисунком. Давайте, чтобы мы поняли, что происходит, Соберем также второй куплет и припев. Последу волка я пойду в метели, Сердце дерзкое настигну поутру. Сквозь гнев и грусть, Что камнем затвердели я разожгу ста, Что мерзнут на ветру. И снов моих с утра бежишь проворно. Рыжовник терпкий сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть луком, Черный фиалки глаз твоих, Что слез туманит тень. Тем же самым образом играется у нас с вами третий куплет. Давайте мы на него тратить время не будем. Сейчас, когда я буду собирать полностью песню, увидите. Нас интересует последний прогрош-концовка. По сути, мы его уже знаем, Потому что он основан на вступлении. Единственное вступление у нас состояло из таких двух предложений. А концовка у нас как раз есть второе предложение, Которое мы играли в вступлении. Короче, я понимаю, что сейчас тяжело, Давайте просто покажу вам по табу, И вы мне скажете, да, я это знаю, как играть. Опять же, есть вариация оригинальная и легкая. Оригинальная звучит так. А легкий вариант звучит так. Единственное, не в зависимости, какой вариант вы выберете, Под конец нужно сделать некое замедление, Чтобы было понятно, что песня закончилась. То есть не играть в таком быстром темпе, С каждым тактом пробуйте делать замедление, Что под конец вы прям играете так. Ну, это такие уже музыкальные штуки, Если вы это добавите, будет супер круто, классно. С технической составляющей, как это все играет на инструменте, Поняли? Но как же это все спеть? Чтобы было удобно петь эту песню, И не завышать, и не зажимать свой голос где-то на верхних нотках, Представьте, что вы оперные певцы, А все оперные певцы, они поют округло, То есть, типа, И прочая такая штука. Это очень удобно понять, Как будто вы зеваете, И во время того, как вы зеваете, Вы пытаетесь что-то сказать. Более таким вокальным и заумным словом, Я скажу, пойте на грудном резонаторе, То есть, ваша грудина должна резонировать. Сейчас с вами говорю, Можете положить так же себе на грудную клетку, И пытаться что-то сказать. Если вы говорите в грудную клетку, На такой некой опоре, То у вас она резонирует, так вибрирует. Если вы говорите где-то на горле, То вибрирует горло. Такие интересные штуки. Пробуйте петь вот эту песню Как раз с таким более округлым состоянием Вашей гортани и прочего, Чем вы там поете. Поэтому получается такая рубрика в рубрике. Если вам нужно будет делать так Для каждой песни, Напишите в комментариях, Я буду немножко давать рекомендации, Касаемая голоса. Разбор на укулеле. Путь пальцем проложи, Средь шрамов ран суровый, Чтоб наши слить пути И судьбе наперекор. Откройте раны, Вылечи их снова, Пусть сложатся они Судьбы узор, И снов моих с утра Бежишь проворно, Крыжовник терпи, Сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть Луком черной фиалки Глаз твоих, Что слез туманит тень. По следу у волка Я пойду в метели, И сердце дерзкое Настигну поутру. Сквозь гнев и грусть, Что камнем затвердели, Я разожгу уст, А что мерзнут на ветру, И снов моих с утра Бежишь проворно, Крыжовник терпи, Сладкая сирень. Хочу во сне твой Видеть луком Черной фиалки Глаз твоих, Что слез туманит тень. Не знаю, Уль тыль Мое предназначенье Страстью я обязан Лишь судьбе, Когда в желание Я облег влечение, Не полюбила ли ты Во вред себе? И снов моих с утра Бежишь проворно, Крыжовник терпи, Сладкая сирень. Хочу ли во сне твой Видеть луком Черной фиалки Глаз твоих, Что слез туманит тень. Если какой-то момент был непонятен, То все по тайм-коду я там подписала, Расписала, тыкай и пересматривай его еще раз. Если тебе понравился этот разбор, То дай мне, пожалуйста, знать об этом лайком. Напиши в комментариях, что в следующий раз мне разобрать, Какую песню или мелодию. Ну и также напоминаю, что на канале есть целые плейлисты различные с разбором песен, Мелодий и всего, чего, что вам нужно, Вот там найдете, поэтому переходи и смотри. Ну и по традиции хочу поблагодарить всех бустов, Которые помогают мне сейчас в финансовом плане дальше снимать видосики. Вот все эти друзья-товарищи. Взамен они получают клевые ништяки, Весь раздачный материал и ранний доступ к видео. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Бимочка, отойди, пожалуйста, оттуда. И дальше последний аккорд, аккорд. Сквозь гнев, сквозь, сквозь гнев и грусть, Сквозь, 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 блин, что суток у страны, сквозь гнев и грусть. Ёптву налево, ну вот последний аккорд.